ну что друзья привет добрый вечер доброе утро добрый день сегодня решил записать для вас небольшое видео потому что достаточно часто на самом деле одно из самых частых обращение ко мне в ваших письмах это просьба подсказать что попить какие витаминки попить перед летним периодом чтобы набрать форму быстрее и к пляжам и сезону выглядеть красивый красивым сразу давайте договоримся что вот это вот любимая формулировка поднабрать форму к лету она смысла никакого не имеет потому что для того чтобы клетку набрать форму вам надо заниматься целый год они начиная с марта или апреля месяца вот но это такое маленькое отступление такая мажорная нота нерадостная к сожалению ничего не получится если вы начинаете в апреле или в мае к июню готовится к сезону купальному кроме того вы должны понимать что все витамины все добавки спортивные сейчас я об этом буду подробно рассказывать все занять фитнесом даже если вы занимаетесь там три-четыре раза в неделю они не имеют ничего общего с набором форма потому что в первую очередь набор формы держится не набор формы а скажем так приобретение хорош форм держится на системе питания а уже только потом эту систему дополняют тренировки фитнесом важно чем плаванием бегом ходьбой бодибилдингом пар лифтингом и прочими спортивными тренировками то есть если вы решили что вы можете попить витаминки чуть-чуть позаниматься в зале чуть-чуть позаниматься в зале и к лету быть форме вы глубоко ошибаетесь ничего из этого не выйдет однако сегодня я вам расскажу о том какие спортивные добавки бывают какие лучше принимать какие лучше не принимать и кому принимать потому что недавно буквально несколько дней назад я был свидетелем собственно это была последняя капля для того чтобы я записал вам этот ролик в спортивном магазине я покупал очередной шейкер который у меня бьются просто как подряд был свидетелем того как мужичок средних лет где-то 45 может быть чуть больше ряд пришел в магазин для того чтобы купить спортивное питание цель а я не знаю я конечно мешался но это не была моя задача и меня никто не просил мешаться давай какие-то комментарии но суть была в том что очень бодрый такой мальчик продавец супер спортивного вида сумел продать этому мужичку различных товаров на примерно 20 с небольшим тысяч рублей да все спортивное питание оно дорогое но вот 20 с лишним тысяч рублей для человека который но явно по своей кондиции не напоминает того кто хотя бы иногда занимается спортом возможно он только начал не знаю может быть встретил женщину своей мечты решил поменяться может что-то иное но все что он купил было абсолютно бессмысленно для него и увидя это я решил что это та самая последняя капля я запишу для вас этот ролик и так мы должны с вами понимать что есть первое что будут люди это спортивное питание и спорт фарма то что называется спортивная фарма фарм экология вот тот самый мальчик который был продавец и сумел в тюхать бета мужичку 20 на 20 с лишним тысяч рублей спортивное питание он как раз судя по его телу является большим поклонниками не спортивного питания и на спортивные фармы как это вычитается вычитается это достаточно просто первое это активно угревая сыпь по лицу шеи и телу это хорошие очень хорошие качественные мышцы прорисованные и вины то есть это знаете такая форма когда явно жировой массу почему мало а мышечной массы почему много вот добиться такого показателя не будучи применяя стероидные препараты то есть фарму то самую фарму практически невозможно как известно добиться низкого уровня жирового жировой массы можно исключительно только на применении фармы да естественно есть еще такой планете как сушка когда практически исключаются углеводы исключаются определенные продукты есть четкий колораж есть четкая система питания но даже такая строгая система питания она не помогает в короткие сроки добиться очень сухого и рельефного тела это касается не только мальчиков это касается и девочек поэтому когда вы видите очень красивых безумно рельефных женщин которые выступают в категории фитнес-бикини других категориях фитнес-бодибилдинга то все они сидят на курсе тестостерона это могут различные препараты мы сейчас не будем о них говорить о препаратах инъекционных или таблетированных я расскажу наверное в следующем выпуске но если вам это будет интересно хотя я думаю что большинство моих подписчиков не собираются применять стероидные препараты поэтому сегодня остановимся на системе спортивных добавок также я вам скажу что применяя в какие периоды я применяю очень много различных спортивных добавок активного питания но в различные периоды различные там время года я принимаю разные добавки разные системы питания меня потому что я разные задачи итак если вы занимаетесь фитнесом легким фитнесом то в принципе вам практически не надо ничего достаточно хорошего питания сочетание белков жиров и углеводов если не занимаетесь фитнесом больше двух раз в неделю три раза в неделю сочетать еще с кардионагрузкой плюс например вы можете там ходить много заниматься бегом вела пробежками то часто вы испытываете ощущение усталости упадка сил и то что скажем так простым языком называется падением сахара то есть состоянием гипогликемии есть люди которые например сидят плотно на кето питание у них это состояние но немножко по-другому выражается эти люди они могут значительное время двигаться не уставать тренироваться не уставать люди же которые но употребляют не являться преимущество кето питания скажем так употребляют и углеводы и белки и жиры в непропорциональном количестве вот у них при высоких физических нагрузках может падать уровень сахара в крови и тогда они что ощущают они ощущают слабость на тремор в руках ватные коленки иногда это учено сердцебиение и упадок сил это главное то есть кружится голова такой предопрочное состояние если и это частая причина которая не дает заниматься например на велотренажерах или на велосипеде длительное время или заниматься пробежками если вы являетесь вот таким человеком для кого для которого характер такое состояние и при этом вы не имеете избыточные массы тела то лучше вам употреблять скажем так как ты из двух минимальных препаратов это первое это изотоник сейчас покажу я для для примера взял да вот баночки изотоник или вот мой любимый одна из моих любимых фирм фирмы это максер отлично я использую такой хотя на самом деле в разные периоды разное время года использую разные потому что изотоники изотоники тоже могут быть разные штаб изотоник по сути это такой порошочек которого добавляете добавляете водичкой который содержит все необходимые витамины и минералы почему они необходимы потому что по время интенсивной тренировки вы теряете электролиты то есть нарушается электролитный баланс вы теряете хотел сказать витамины вы теряете минерали вещества и их надо восполнять изотоник можно сделать в виде изотонической концентрации либо гипертонической концентрации то есть если у нас и 5 больше уже будет гипертоническая концентрация нужно это для разных систем тренировок чем сильнее чем агрессивнее ваша тренировка тем больше дозировкой изотоника должна быть теперь дальше а для того чтобы как раз не впадать изотоник вас не спасет от состояния гипогликемии вот для того чтобы не впадать быстро состояние гипогликемии то есть такой усталости вам нужен гейнер обратите внимание на то что людям с избыточной массой тела я не рекомендую применять гейнера хотя бы потому что они содержат большое количество углеводов и эффект может быть абсолютно обратный вместо того чтобы похудеть набрать хорошую форму тела можно еще прибавить жировой массы я советую есть прекрасный гейнер я вам покажу фирмы nature foods он состоит наполовину из медленно углеводов то есть углеводов с низким гликемическим индексом и большого количества белка то есть он подходит и для тех кто занимается железом отягощением и этим кто занимается кардио нагрузками тема как раз хорош тем что длинные углеводы позволяют длительный период высвобождать колораж и не впадать вам состоянии гипогликемии то есть на применяя этот гейнер вы длительное время во время тренировки чувствуете себя активно плюс большое количество белка позволяет вам также питать вашу мышечную систему этим белком и не доводить ваше тело до состояния катаболизма идем дальше для еще раз для тех кто имеет избыточную массу тела я конечно же повторяюсь не рекомендую употреблять гейнеры или употреблять их в большом количестве потому что опять-таки гейнер он используется именно для масса набора не для формирования фигуры не до формирования рельефного тела а именно для масса набора то есть увеличение массы часто бодибилдеры их действительно используют не для набора сухой массы а для набора общей массы тела для всех остальных кто занимается отягощением ну например таких людей как я на мой вес на данный момент 95 килограммов у меня есть постоянная склонность к избыточной массы тела как только я прекращаю заниматься или как только я даю даю слабину в системе питания тут же мой вес сразу прыгает к отметке 100 килограммов и нередко ее превышает естественно например когда я сажусь если я сажусь на кето питание мой вес сразу падает примерно на 7 10 килограммов вот но поскольку я человек достаточно активный я очень много летаю то есть у меня в месяц может быть семь восемь перелетов то постоянно держать и находить не знаю рестораны где будут меня кормить токость учить так это питание невозможно из-за этого часто забивается питание поэтому я вынужден заниматься 3-4 раза в неделю заниматься очень много очень тяжело и вот таким людям как я а также людям которые занимаются еще больше а такие люди тоже есть им необходима немножко другая система спортивных добавок и здесь мы с вами сейчас остановимся на опять таки применение изотоника то есть обязательно в коктейль который я пью либо перед тренировкой после тренировки иногда во время тренировки хотя несмотря на то что во время тренировки я часто пью то же самый коктейль вот во время тренировки лучше и действительно только воду а все спортивные добавки перед тренировкой и после тренировки зависимости от того чего вы хотите достичь и так для поддержания или наращивания мышечной массы мы с вами обязательно используем изотоник чтобы компенсировать них а витамины минеральный баланс дальше мы с вами обязательно должны использовать три добавки всегда независимо от того от времени года я всегда применяю глутамин вот показываю но опять-таки масляровские мне больше всего нравится хотя я не настаиваю на фирму то есть фирма может быть любая а вот амин это самая часто аминокислота в нашем теле более того многие мои подписчики знают что я рекомендую глутамин еще использовать тем людям которые имеют проблемы с кишечником потому что глутамин способствует улучшению работы кишечника облегчить нельзя сказать облегчению скажем так снижение воспалительных процессов вот и для реабилитации организма после тяжелых физических нагрузок обязателен глутамин кроме глутамина обратите внимание на две добавки которые я тоже рекомендую добавлять всем абсолютно всем это цитрулин и аргинин сейчас возможно кто-то из вас скажет кто особо умные или опытные опытный качок или опытный спортсмен скажет что какого черта аргинин и цитрулин одновременно вместе и если цитрулин принятые там превращается нашим организм тоже самый аргинин вот эти споры они не утекают много лет суть действительно в том что цитрулин аминокислота цитрулин в нашем организме метаболизируется в аргинин и очень многие спортсмены предпочитают не тратить время на этот метаболизм а принимать сам по себе аргинин вот однако однако есть еще такой нюанс дело в том что цитрулин если мы выпиваем он достаточно хорошо и легко усваивается нашем организме в то время как аргинин выпиваемый он значительно хуже усваивается и вот здесь я рекомендую вам провести такой эксперимент и понять что же для вас лучше всего лично я пришел к тому что цитрулин мне лучше заходит для чего это надо аргинин как таковой увеличивает количество окиси азота нашей крови в результате чего наши сосуды лучше расслабляются я сейчас говорю абсолютно не научным языком не биологическим медицинским языком который понятен будет каждому обывателю снижается давление а и улучшается кровоснажение и улучшается трофика ткани то есть наши ткани получают больше крови они с кровью они получают больше питательных веществ те же самых аминокислот обязательно я рекомендую применять цитрулин или аргинин людям которые имеют повышенное артериальное давление особенно в начальных стадиях начальных стадиях иногда прием ежедневной цитрулины или аргинина помогает полностью избежать естественно конечно если это гипертония не вызвана какой-то почечной недостаточностью или там изменение в печени начальной стадии органы гипертонические болезни достаточно хорошо но не сказать нельзя сказать что поддается лечению но может компенсироваться приемом цитрулина естественно не видим на терапия а в составе комплексной терапии с этим закончили теперь одна из самых ненужных добавок для спортсменов любителей обратите внимание на добавку под названием bc а а что такое бц ашки это разветвленные цепочки аминокислот лицин изолицин и валин всего лишь три аминокислоты почему я считаю их абсолютно глупыми и ненужными считается что при помощи них тело быстрее восстанавливается мышцы быстрее восстанавливаются однако я хочу сказать что большинству людей которые не являются профессионально спортсменами эта добавка абсолютно не нужна возможно есть смысл применять бц ашку именно профессиональным атлетом то есть профессиональным бодибилдером который занимается каждый день или профессиональным штангистом профессиональным парлифтером профессионалюбой профессиональный сего и к Которая занимается каждый день иногда по два раза в день Для остальных людей она практически не имеет смысла Плюс это достаточно дорогая добавка И целесообразность ее применения лично для меня остается под сомнением Но как вы видите она у меня есть, потому что я ее применяю Но не хочу вдаваться в это, потому что я имею для определенных целей И для большинства людей, которые не являются профессионалами, она конечно же не нужна Чем можно заменить? Вот БЦАшки заменяются обычными людьми Вот, скажем так, такой спортивной добавкой, которая называется белок То есть обычный белок, протеиновый коктейль полностью для обычного непрофессионального атлета Заменяет БЦАшки Значит у нас белок бывает двух видов Это изолят и концентрат В данном случае у нас пример тоже МАКСЛЕР Это изолят Чем хороший изолят? Тем, что он быстро усваивается Быстро и проще усваивается, чем концентрат Вот Однако концентрат, он чуть-чуть подешевле И если, например, вы не хотите тратить в день спортивную добавку То вам, ну, концентрат тоже подойдет Также можно заменить белок, например, жидкими аминокислотами Вот они Значит, это еще проще усваивается, потому что белок в нашем желудке должен под действием соляной кислоты Дентурироваться, превратиться, распадаться из белка на отдельные аминокислоты И только потом усваиваться Здесь же вы принимаете прям уже готовые аминокислоты, которые проще всего усваивать Еще одну важную вещь Очень многие люди имеют проблемы ЖКТ И очень многих людей нарушено усвоение белка То есть не хватает ферментов для переваривания То есть есть ферментативная недостаточность Вот если вы после приема белкового коктейля чувствуете вздутие, метеоризм или нарушение любого рода То здесь, возможно, идет речь о двух причинах Либо просто вы приняли некачественную добавку Либо у вас есть действительно ферментативная недостаточность Вот для таких людей я рекомендую добавлять Я, наверное, могу рекомендовать добавлять прямо в коктейль Но правильнее, конечно, принимать капсулу с ферментами до того, как вы начнете пить коктейль А не добавлять в коктейль Однако, тем не менее, мой личный опыт показывает, что даже если вы добавите, прям высыпите капсулу в сам коктейль Ничего страшного не будет Вот очень хорошие, обратите внимание, ферменты Dr. Best Это бетаин, пепсин и, ну, скажем так, пищевая горечь, которая улучшает пищеварение Одна капсула я прям высыпаю, ну, как ты У меня нет ферментативной достаточности Однако, ну, большое количество белка, которое я использую для определенных видов тренировки Я считаю необходимым добавить туда ферменты Так, идем дальше Также, во время серьезных тренировок, особенно силовых И особенно, если вы занимаетесь 3 или 4 раза в неделю Желательно также добавлять витамин С Здесь у меня витамин С в концентрации 1000 мг То есть, это минимальная концентрация, которую я пью ежедневно Однако, я рекомендую также, поскольку витамин С не имеет свойства накапливаться Он очень быстро метаболизируется из нашего организма Вымывается, если так можно сказать То желательно дозировку витамин С, если вы пьете 1000 мг Разделять на 2 или 3 приема в день Например, если вы пьете 1500 мг, у вас серьезные, интенсивные тренировки Или вы находитесь в стадии выздоровления после болезни Какой-то инфекционной, вирусной И вы пьете 1,5 грамма в день То я рекомендую по 500 мг на 3 раза в день Потому что витамин С, это водорастворимый витамин Он не накапливается в нашем организме Отличие, например, от многих, от того же витамина D Который является жиростворимым Я напомню, что жиростворимых витаминов У нас есть 2 группы витаминов Это жиростворимый и водорастворимый Жиростворимые витамины Это витамины группы А, Д, Е, Ф, К и К Запоминайте А, Д, Е, Ф, К и К 6 Все остальные, они водорастворимые Так Дальше идем по добавкам То есть, при серьезных тренировках витамин С добавляем Обязательно, обязательно При серьезных тренировках А также, если вы кроме тренировки Интенсивно работаете Уставительно работаете Испытываете стрессы Обязательно Периодами, где-то раз в 3 месяца Пропивать комплекс витаминов группы В Значит, ну, вот Для примера я вам Ну, витамин группы В, который я пью Это Торн Вот, хотя на самом деле Есть у меня еще и другие комплексы У меня достаточно много Называется стресс комплекс Позволяет держать свою нервную систему Под контролем В издействии, так можно сказать Вот, и Меньше, меньше уставать Обязательно, обязательно На ночь В период, особенно стрессовом периоде Принимать 5 гидрокситриптофан Дозировки 100 мг Это та же аминокислота Триптофан Но Следующая стадия ее метаболизма То есть Стадия 5 гидрокситриптофан Принимается по 100 мг Два раза в день Утром и вечером В классическом варианте Рекомендуется Применять ее на ночь То есть Утром и на ночь Однако Я из своего опыта Рекомендую Применять не прямо на ночь А где-то за 4 часа до сна То есть Где-то в 6-7 часов вечера Объясню почему Потому что Дело в том, что Триптофан Он метаболизируется Не трриптофан А 5 гидрокситриптофан Уже метаболизируется В серотонин Неромедиатор серотонин Извините заговариваюсь Которая в свою очередь Уже превращается В мелатонин Вот Всему этому Нужно какое-то время В нашем организме То есть Метаболизм не происходит Моментально Поэтому Если принять Это я по личному опыту Наблюдение у своих пациентов У своих клиентов Да и у себя тоже Обратил внимание Если сдвинуть Прием Второй прием Триптофана С позднего вечера На 6-7 часов вечера Эффект лучше Также к этому Можно добавить Сейчас я не вынул Но наверное Сейчас не буду тратить время Прием габы Гамма-аминомасляной кислоты Вот Но Вы сейчас мне скажете Что я засыпал уже Добавками Ну что Вы сами просили Теперь Что я применяю Особенно В период Тяжелых стрессов Тяжелой подготовки Это обязательно Витамин Д Ну собственно говоря Я его применяю Круглый год Без остановки Витамин Д 5000 единиц Концентрация Обязательно Омега-3 Ультра-омега-3 Давайте с вами договоримся О том Что если я показываю Там Фирму Нау Это не обязательно Что эта фирма Вам подойдет То есть Я не могу вам сказать Какая лучше Потому что Это было бы глупо Мы не знаем Какая лучше Все индивидуально Кто-то предпочитает Солгаровский Он подороже Кто-то предпочитает Нау Кто-то предпочитает Какую-то другую фирму Не важно Подбирайте Под себя Обязательно Также Для нормальной Работы Мозга Я употребляю Гинкобелоба Два раза в день Обязательно Цитромагния Обязательно Два раза в год Я пропиваю Курс Таурина Для поддержки Печени И Для Общей Работоспособности Так Друзья мои Если вы еще не устали То продолжим дальше После тренировки Для того Чтобы действительно Ваш организм Восстанавливался Я всегда Принимаю Такой Аминокислотой Который называется Бета-аланин Ну вот Скажем так Данный тюбик Он еще Содержит Гидрохлорид Креатина Вот здесь Тоже хочу Остановиться Поподробнее Это достаточно Популярная Добавка Которая Гласит О том Что Позволяет Увлечить Мышную силу Мышную массу Однако Стоит помнить Что Гидрохлорид Креатин Или другие Формы Креатина Или моногидрат Креатина Который чаще Применяется Потому что Он дешевле Чем гидрохлорид Креатина Это в первую очередь Добавки Которые Да Действительно Позволяют Увлечить Мышную силу Но они Задерживают Жидкость В организме То есть Примая В больших Или не очень больших Дозировках Креатин Не важно На порции Забрузки Или там Только Дни тренировок Вы все равно Имеете шанс Получить Отеки И вместо того Чтобы получить Улучшение Качества Своей фигуры Вы получаете Можно сказать Ухудшение Очень хорошая Есть еще Добавочка Она называется Биоперин Вот эту добавку Я рекомендую Всегда применять Особенно Тогда Когда Вы В какой-то Период Времени Пьете Много Других Добавок Что такое Биоперин Это по сути Черный перец Если так Можно сказать Это Добавка Которая Сделана Из переработан Черного перца Она Ее суть Какая Она Очень Сильно Мощно Усиливает Кровообращение Слизистой Оболочки Кишечника И В самом Кишечнике То есть Во всей стенке Кишечника К чему Это приводит Это приводит К тому Что улучшается Всасывание Других Веществ То есть Это по сути Вспомогательная Добавка Которая Призвана Увеличить Всасывание Других Добавок Кишечника Например Очень часто Я вижу Что рекламируется Куркума Куркумин И вот Немногие люди Знают Что Вот эта Хваленая Куркума Она Практически Не всасывается В нашем организме В нашем кишечнике То есть Из всего Что выпили Всасывается Маленькая Маленькая Часть Несколько Процентов Вот Биоперин Позволяет Увеличить Всасывание Куркумина Практически В 10 раз Часто Часто Например Очень многие Уже Новые добавки Нового поколения Из куркумы Сделанный Куркумин Они идут Уже в составе С биоперином С экстрактом Черного перца Так Дальше С вами Идем Еще Добавка Мака Перуанская Часто Путают Думают Думают Что это Чисто Женская Добавка Потому Что Ну Какой Там Маркетолог Или Какой Другой Человек Сказал Что Это Добавка Для Женщин Которая Позволяет Увеличить Физическую Активность Не Сексуальную Активность А физическую Сексуальную Активность Это Лишь Побочное Скажем так Второстепенное Действие Добавки Который Может И не Проявиться В связи с этим Очень часто Многие Разочаровываются Потому Что Начинают Покупать Маку Перуаску Именно Как Некий Не знаю Как Стимулятор Сексуальной Активности И Не Получают Этого Это То Что Надо Знать Добавка Прекрасная Но Надо Применять Ее Правильно Применяется Два Раза В день Утром И Вечером Курс До Двух Месяцев Потом Можно Сделать Перерыв Ну И Две Добавки Которые Я Применяю Но Здесь Сразу Хочу Скать Что Я Не буду Вам Рекомендовать Потому Что Эти Добавки Надо Применять Строго Под Контролем Вашего Лечащего Врача Это Добавка Под Названием Пригненолон То Это Можно Скать Что Гормональная Добавка И Это Вот Такая Добавочка Сейчас Не Знаю На Камеру Это Крем Применяется На ночь Не знаю Видно Вам Дега Дегидро Ипинандростерон Для чего Это делается Дело в том Что В свое время К сожалению Несмотря На то Что Ну Имея Врачебное Образование Два Высших Медицинских Образования Я себя Достаточно Нехорошо Увел И Просто Из-за Постоянного Непрекращающегося Стресса На работе В командировках Я работал Много лет Семь лет Практически Работал Без выходных Без единого Выходного Плюс По Шесть Семь Иногда Десять Перелетов У меня Было Месяц Я Просто Привел Свои Надпочники В упадок К чему Это привело Это привело К тому Что Просто Уровень Моего Кортизола Утром Был Очень Низкий Уровень Моего Кортизола Вечером Был Очень Высокий Низкий Кортизол Утром Это Частый Признак Истощения Надпочников Поэтому Я просто Поддерживаю Я Не Сижу Хотя Я был готов Перейти В заместитель Кармонотерапии Но Доктор Молокова Который Все Вы знаете Она Оказалась Сопротивником Он сказал Что Мы Еще С тобой Поборемся За Твою Собственную Эндокринную Систему Вот И Собственно Говоря По Настоянию Этого Замечательного Доктора Я Применяю Ну Я Согласен С этим Абсолютно Прегненолон Как Прогормон Скажем В качестве Прогормона Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...